Во всем мире замечено, что после 35 лет очень снижается у нас овариальный резерв, то есть снижается количество яйцеклеток. Поэтому могут возникать сложности с планированием беременности. Мы часто замораживаем эмбрионы. Например, если в программе получено больше эмбрионов, чем нам требуется для переноса, эмбрионы хорошего качества мы можем их заморозить для последующих попыток ЭКО, если они понадобятся. Отсроченное материнство мы всегда объясняем своим пациенткам, чтобы они четко понимали, что это первый этап ЭКО. То есть в дальнейшем ее ждет ЭКО, потому что по-другому этот эмбрион мы не подсадим. И слезы радости, и слезы горя, в принципе, такая специальность очень эмоционально насыщенная, на самом деле. Екатерина Владимировна, добрый день. Добрый день. Средний возраст женщины в Беларуси, которая рожает первенца, 27 лет. Это поздно или уже норма? Это на самом деле норма. По Всемирной организации здравоохранения нормальный возраст женщины для первых родов до 35 лет. Поэтому 27 вполне себе хорошо подходит. А с какими сложностями возрастными или проблемами может столкнуться женщина, если она откладывала беременность долго, до 35, 6, 7 и так далее? Ну, самое главное, основная проблема – это снижение авариального резерва. Потому что уже во всем мире замечено, что после 35 лет очень снижается у нас авариальный резерв. То есть снижается количество яйцеклеток. Поэтому могут возникать сложности с планированием беременности. Какие необходимо пройти обследования и женщине, и мужчине, если они приняли решение завести ребенка? Ну, это, наверное, стандартные обследования, которые каждый год мы проходим в поликлинике. Плюс это инфекции, передаваемые половым путем обязательно для обоих партнеров. Это вести здоровый образ жизни. Ну, рациональное питание, сон, отдых и физические нагрузки адекватные. Ну, так принято считать почему-то в обществе, что если у пары не получается завести ребенка, то виновата женщина. А как сейчас обстоят дела с мужским здоровьем? Ну, смотрите, у нас по бесплодию давайте возьмем. 40% – это женское бесплодие, 30% – это мужской фактор бесплодия. И еще 40% – это комбинированный фактор, то есть женское плюс мужское. Вы начали говорить про бесплодие, но в народе очень часто бесплодием называют любую проблему, когда у пары нет детей. А с точки зрения медицины, что называется бесплодием? Ну, давайте так вот конкретно по понятиям. Значит, первичное бесплодие, если у нас пара молодая, до 35 лет, они год, то есть 12 месяцев, регулярно живут половой жизнью. И беременность не наступает, то мы говорим о первичном бесплодии. Если же это пара более старшего возраста после 35 лет, и они 6 месяцев планируют беременность, регулярно живут половой жизнью, не предохраняется, беременность не наступает, мы говорим тоже о первичном бесплодии уже у пары более старшего репродуктивного возраста. Какие сегодня методы лечения бесплодия существуют? Методов лечения на самом деле много, и это не всегда ЭКО. Потому что пары приходят, и мы настроены на ЭКО. Нет, это не всегда ЭКО. У нас есть контролируемая индукция овуляции, мы применяем внутриматочную инсеминацию, а уже потом мы постепенно приходим к ЭКО, если оно требуется, если другие методы нам не помогли. А как часто сегодня белорусские пары приходят к тому, что нужно применять ЭКО? Ну, насколько мне известно, 3,5-4 тысячи протоколов в год у нас проходят в Республике Беларусь. Есть ли какая-то тенденция, там, чаще стали использовать ЭКО или наоборот реже? Мне кажется, так же на самом деле. Может быть, немножко увеличилось процент ЭКО у нас, потому что есть государственная программа, бесплатная для пар до 40 лет, которые подходят под эту программу, они идут на бесплатное ЭКО. Сколько программ, точно не скажу. А как готовиться нужно к этой процедуре? Есть стандартный протокол обследования для пары и для женщины отдельно, и для мужчины. Мы обследуем пару, и если они готовы вступить в протокол, то есть все обследования пройдены, все подходит нам по клиническим нашим протоколам, тогда мы берем пару в протокол ЭКО. А есть какие-то противопоказания? Противопоказания есть. У нас есть такое 124-е постановление Министерства здравоохранения. В основном это злокачественные новообразования, доброкачественные новообразования, которые требуют оперативного лечения, инфекционные заболевания, некоторые психические заболевания. Как часто приходится применять донорский биологический материал? Донорский биологический материал чаще всего это пары позднего репродуктивного возраста, то есть пациентки позднего репродуктивного возраста, когда сниженного реальный резерв мало своих клеток, и клетки плохого качества. Мы прибегаем тогда к донорским аоцитам. При тяжелом мужском факторе бесплодия мы прибегаем к донорской спермии. И плюс у нас есть еще такая категория пациенток, это одинокие дамы, которые хотят завести ребенка, но полового партнера нету, тогда мы тоже прибегаем к использованию донорской спермы. А донором кто может быть? Донорство у нас анонимное. Значит, женщины от 18 до 35 лет при отсутствии противопоказаний, они обследуются по клиническим протоколам и при наличии одного ребенка хотя бы. И мужчины от 18 до 40 лет без противопоказаний, которые... Они тоже обследуются по протоколу. То есть, условно, моя сестра хочет подарить мне яйцеклетку, такое может быть? Такое может быть, да. А как сейчас такое практикуется? Или это скорее исключение? Это скорее исключение, на самом деле. Чаще просто берут донора анонимного. А вот при проведении ЭКО можно исключить у эмбриона какие-то генетические аномалии? На данном этапе мы можем проводить генетическое тестирование и исключать многие генетические аномалии. Например? Синдром Дауда. Ну, такая самая частая. Муковисцидоз. Многие другие. А это исследование обязательно или по желанию родителей будущих? Это может производиться по желанию родителей. Либо же, если есть какие-то генетические заболевания известные уже, то понятно, что мы рекомендуем произвести генетическое тестирование эмбрионов. Либо же, если были многократные неудачные попытки ЭКО, тоже рекомендуем произвести генетическое тестирование. Часто можно услышать о заморозке эмбрионов. Есть у нас такой криобанк или нет? Мы часто замораживаем эмбрионы. Например, если в программе получено больше эмбрионов, чем нам требуется для переноса, эмбрионы хорошего качества, мы можем их заморозить для последующих попыток ЭКО, если они понадобятся. Также мы замораживаем ациты отдельно. Сейчас набирает популярность программа отсроченного материнства, когда пациентки хотят отложить свое материнство по каким-то причинам, и они замораживают свои яйцеклетки. Также тоже набирает обороты. Это очень приятно у пациентов с онкологией, с онкологическими заболеваниями. Перед прохождением лучевой химиотерапии они могут заморозить свой биоматериал, как яйцеклетки, так и спермы. А как долго материал может храниться в замороженном виде? На самом деле, сколько угодно долго. То есть нет каких-то временных границ. Вот эта программа отсроченное материнство, в чем она заключается? Пациентка приходит к нам на консультацию. Мы ее обследуем тоже согласно протоколу. И отсроченное материнство мы всегда объясняем своим пациенткам, чтобы они четко понимали, что это первый этап ЭКО. То есть в дальнейшем ее ждет ЭКО. Потому что по-другому этот эмбрион мы не подсадим. Мы получаем яйцеклетки. То есть мы ее стимулируем, как первый этап ЭКО. Из фолликулов получаем яйцеклетки, яйцеклетки замораживаем. Когда пациентка уже приходит и говорит, что я хочу ребенка, у меня есть партнер, муж. Мы эти яйцеклетки размораживаем, оплодотворяем, получаем эмбрионы, культивируем их. И подсаживаем уже пациентки эмбрионы. Поэтому очень важно понимать для пациенток, что осроченное материнство это в дальнейшем ЭКО. По-другому, к сожалению, быть не может. А при ЭКО какие-то гормоны, какие-то уколы женщине делают, я так понимаю, для того, чтобы забрать материнство? Для стимуляции, суперэвуляции, да. Чтобы забрать максимальное количество яйцеклеток, мы пациентку стимулируем гормонами. Многие говорят, пишут, что это не очень безопасно. Так ли это? На самом деле, такой вот статистики нету, что это небезопасно. И стимуляция в коротком протоколе у нас обычно не более 10 дней длится в стандарте. Поэтому это такое краткосрочное воздействие гормональное. Но по-другому мы не получим максимальное число яйцеклеток. А по поводу того, что возникают какие-то там онкологические заболевания, часто говорят, что-то подобное, триггером, на самом деле, той же онкологии, почему клетки начинают перестраиваться и не так себя вести там неправильно, нету вот этой корреляции, что вот именно гормоны спровоцировали. Может стресс спровоцировать, может какое-то там резкое снижение иммунитета на фоне чего-то еще спровоцировать. То есть такой вот корреляции, что именно мы простимулировали и получили онкологию, нету этого. Вы сказали в коротком протоколе. Если есть короткий, то есть длинный протокол. Протоколы, ну классические, да, это короткие и длинные. Длинный протокол, на самом деле, он просто более протяженный во времени, и для него есть определенные показания. То есть когда я люблю, допустим, длинные протоколы, когда у пациенток есть эндометриоз. То есть они тогда на более качественные клетки и больше их количества выходят. Это просто продлевает стимуляцию. А в естественном цикле менструальном можно взять? Конечно, есть и ко в естественном цикле. Для пациенток, которым стимуляция противопоказана, есть и ко в естественном цикле. Есть с малой стимуляцией, когда препараты не такие агрессивные, и мы можем получить 3-4 клетки, допустим. В естественном мы прям вот наблюдаем за фолликулом, который растет у нас в естественной среде, скажем так, и его также забираем на функции. Из вашего опыта, кто чаще всего материнство откладывает? Кто эти женщины? Образование, образ жизни? Почему они так поступают? В народе, наверное, это называется карьеристки. Это женщины, которые хотят отсрочить свое материнство в связи с тем, что они строят свою карьеру. Это спортсменки, например. Тоже у них как бы век спортсменки недолог, но они хотят максимально выложиться за это время, поэтому материнство откладывается. Если мы не берем ЭКО, мы можем как-то исключить генетические патологии при естественном зачатии? У нас именно в зачатии нет, конечно, но у нас проходит скрининг, то есть до 12 недель у нас все беременные проходят скрининговые УЗИ и сдают кровь на хромосомные аномалии. Если есть какие-то подозрения, дальше может выполняться амниоцентез 18 недель, когда берется генетический материал и уже определяется, есть какая-то хромосомная аномалия, либо же нет. В случае бесплодия за последние годы, там 5-10 лет, они участились? Может быть, больше информированность населения у нас стала, и что приятно, что люди раньше обращаются, потому что время в нашем случае это очень ценный такой фактор. Поэтому я бы не сказала, что участились, на мой взгляд, это просто лучше стала информированность. В каком возрасте обычно обращаются? Когда теряют надежду? К сожалению, после 40, а хотелось бы раньше, потому что после 40 мы уже видим значительное снижение качества клеток. Часто видите слезы радости будущих родителей? Да. И слезы радости, и слезы горя. В принципе, такая специальность очень эмоционально насыщенная, на самом деле. Есть какое-то процентное соотношение успеха и неудачи при ЭКО? Мировая статистика, что успешность на попытку ЭКО около 30%. И в Республике Беларусь, кстати, так и есть. А от чего зависит? Самый первый и главный фактор, это, конечно, возраст. Это возраст пациентов, и мы всегда об этом говорим, от этого никуда не денешься. То есть чем раньше, тем лучше. Как только есть проблема, нужно ее решать. Это возраст и женщины, и мужчины, либо мужчина в любом возрасте может иметь детей? Это возраст и женщины, и мужчины, но для женщин это более актуально. У мужчин все-таки это более продленный процесс. Даже вот посмотрите про доноров. Я говорила, что женщина может быть донором до 35 лет, а мужчина до 40. Родить здорового ребенка можно в любом возрасте? Лучше родить здорового ребенка до 35 лет. Но, возможно, в любом возрасте. Спасибо большое. И вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова